Кошерная марихуана и 10 дней праздника. В Израиле отмечают Песах. Из Иерусалима материал Григория Бадо. Вот уже целую неделю религиозные иудеи моют свои дома и квартиры. Задача удалить самые мелкие хлебные крошки даже оттуда, где их в общем и быть не могло. Любые продукты брожения и в первую очередь хлеб запрещены для употребления. Ведь иудеи, как гласит Писание, бежали из Египта лишь с пресными лепешками. Сначала посуду моют обычным способом, потом кипятят в чане с водой, только затем посудой можно пользоваться на пасхальном ужине, седере. Тогда она считается кошерной. Кошерна значит пригодна, не содержит квасного. Супермаркеты сегодня закрыли те полки, где могут быть некошерные товары, чтобы посетитель случайно не ошибся. В таком виде залы простоят весь праздник, а он длится целых 10 дней. Характерной особенностью Песаха является запрет не просто есть или иметь, но даже видеть квасное. Хлеб заменяют маца, лепешка из муки и воды, испеченная строго до начала брожения. За процессом производства следят раввины специалисты. Я знаю все традиции. Моя семья вчера отмыла квартиру до блеска. Но лично я ем хлеб весь Песах. Маца – это не для меня. Всю десятидневку религиозные иудеи читают особые молитвы благодарности за спасение и избавление от бед, повторяя, нам хватило бы и малой части того добра, которое сделал нам Господь. Школы закрываются на каникулы, у взрослых отпуск, а молодежь, конечно, сидит по клубам. Этот Песах ознаменовался еще и особым постановлением раввинов. Отныне марихуану и ее продукты следует считать кошерными для употребления. Речь идет, безусловно, о медицинском каннабисе, который употребляют по особой лицензии тяжелобольные люди. Впрочем, это нововведение порадовало и вполне здоровых. Закат уже близко, и запоздалые прохожие в спешке бегут домой, чтобы закончить приготовление к праздничному ужину. Впереди 10 дней без хлеба, но с верой в самое наилучшее, как учат евреи своих детей из поколения в поколение вот уже долгие века. Григорий Баду, Алиса Неверовская, специально для телеканала Интер. Алиса Неверовская, специально для телеканала Интер.